Самое главное, что Светка уже поделилась рецептом, а то, что кексы не получились, то для неё это нормально. Всем огромный-огромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Колесниковой. Как всегда, обзор трёх видеороликов. И один из трёх я не смотрела, потому что это ролик-повтор из обзора белья Василёк, заказа Василька. Но как бы мне это неинтересно, я уже говорила в прошлый раз, зачем они его переснимали, что они там наболтали, что им стыдно, что ли, стало, что они решили переснять. Но я всё это дребедение смотрела. И со второго уже, или с первого, это был обзор второй, Светка у нас снова показывает, что она занимается вкусняхами. Она орудует на кухне и готовит якобы так называемые кексы. Рассказывает, что она добавила. И кексы у неё из творога, подсолнечного масла, огромная бадья, там кефир и всего лишь два яйца. Сколько сахара я даже не помню. Но меня возмутил тот факт, что я не увидела там соды. Ну, она, вероятно, думала, что они поднимутся и будут пышными. Сколько там она той муки добавила, рецепт я вообще не смотрела. Но у неё первая партия не поднялась. И пришлось долго выпекать, что они даже такие прям стали зажаристые, зажаристые. Ну, не знаю, кексы были, как для меня, похожи на лепёшки. Но это не самое такое прям страшное. Интересно, что она сказала. Я готовлю это в первый раз. И зато рецептом уже поделилась, что, знаете, такое чувство, как будто она уже эти кексы просто сто раз пекла. И настолько набила руку, что даже делится рецептом. А то, что они у неё не получились, так это для Светки нормоз. Дальше посиделки за столом, обсуждалки и всё внимание дарение, которое, наверное, уже по совету папы что-то должна была у зрителей попросить. Но так как это ребёнок, видимо, она запуталась и всё позабыла. И что она гелик хотела, и что она хаски хотела. Но почему-то всё это обернулось в какие-то двухъярусные кровати. Все сидели, смотрели на неё и ожидали, что она что-то, видимо, попросит. Но ребёнок почему-то не открыл тайну, как я поняла. Ну, как всегда, название какие-то бестолковые, с переездом в Ессентуки. И я как-то подумала, думаю, блин, опять куда-то они переезжают. Уже как напишут название, так напишут. Худ стой, худ падай. Ну, это и есть Колесниковый. И что тут, блин, говорить. Дальше у нас идёт видеоролик, как Светка у нас зашивает очередной рюкзак. И рассказывает, что в этом рюкзаке столько-столько тащил сын продуктов. Там и мука, и тушёнка, там ещё, короче, чё-то. Интересно, откуда столько всего тащил. Закупка какая-то у них интересная. И главное, нам эту закупку не показывали. А потому что это то ли закупка, то ли просто выброшенная просрочка. Поэтому нам и не показали. Если бы покупали, и за такие приличные деньги нам бы обязательно всё показали. Но это тайна, и мы это не увидели. Зато увидели гору чего-то непонятного на столе, каких-то непонятных чечевичных супов, полупроцентного молока, пару пряников, что там ещё было. Ну, может быть, ещё даже эти котлеты, которые дети не ели, и которых для пробы сначала пожарили пять штук, чтобы проверить, не случится ли понос. Может, для этого было пожарено всего пять штук. Именно для старших детей. Короче, ну, это как-то, знаете, как-то шутка, но в каждой шутке есть доля правды. И многие зрители пишут, Света, уже хватит шить этот рюкзак. Каждый день шьёшь, 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 шьёшь. А толку нет. Не проще ли купить какой-то нормальный, прочный рюкзак ребёнку? Ну, я согласна с этим. Но, видите, там, видимо, за всё это дело отвечает папа. И видно, как всегда, строгая экономия подсчёт денег, и лишних на рюкзак точно нет. Дальше опять у нас Дарина помогает маме стирать. И мама так любит снимать, как Дарина у неё работает. Ну, вообще-то неплохо показывать ребёнку, что, как ей делать. Точно так же, как она ей там помогала накладывать кексы. Пусть там у неё неудачно получалось, некрасиво. Ну, я считаю, что это, ну, как бы нормально. Но, знаете, в другом смысле. Всё время кажется, что Света только и делает, что носится с камерой. Ну, а сама она просто ничего не делает. Ну, дальше нам уже показали мастер-класс «Как сложить бельё в шкаф». Ой, да, я тяжело вздыхаю, потому что у каждой хозяйки есть свой мастер-класс. Ну, ещё у каждой хозяйки есть мастер-класс «Как поутюжить постельное белье». Ну, многие, возможно, не утюжат, да. Но, мне кажется, это точно был бы мастер-класс. Потому что я посмотрела, оно такое мятое там у Светки. И не складывала она его прям так, знаете, ровненько. Что если бывает, у меня обычно свекровь бывает как сложит, что я потом становлюсь утюжить, думаю, а что здесь утюжить. И просто чисто разверну так с нескольких сторон, так пройдусь горячим утюгом и всё. Но здесь было конкретно видно, что просто всё мятое. И был бы лучший мастер-класс, если бы всё поутюжило. Но времени у неё хватает, на работу она не ходит. Что ей делать? Почему бы не поутюжить бельё? Кстати, когда она делала, стряпала кексы, она что-то заикнулась за муку. Что вот я её не сею на пельмени, допустим. И я так задумалась, а что же я пропустила? А когда-то Светка пельмени делала. Она всё хворит, говорит про пельмени. А сделать их никак не сделает. Может быть, просто дело фарша. Он же дорого стоит. Хотя что, можно сделать колбасный. Как помню, у неё там что-то жарилось с фарша и с колбасы. И такое она может намудрить. Потому что у неё всё какое-то замудрёное. Какие-то рецепты, когда она готовит. Слушайте, ну я никогда в жизни бы не повторила. Ну, потому что вот смотришь на всю эту стряпню, и меня, если честно, вот как-то подкалтывает. Я не знаю, как у вас, а у меня вот, да. Реально. И это не то, что у меня какой-то там неприязнь какая-то к ней. Или что. Вот настолько оно всё готовится как-то тяп-ляп, выдуманное с головы, из каких-то вот продуктов, которые, видимо, как она говорит, прокисшее молоко. Ну, как оно может быть в семье, где шесть детей прокисшие? Как оно может прокиснуть? Явно просроченное. Точно так же, как кефир. Как и кефир. И от этого вот, и именно от этого у меня подкатывает. В общем, честное слово, ребята. Короче, буду заканчивать. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну, и как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, отличных рабочих дней, любви, понимания, ну, и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока.